Все, теперь отсоединяем к программе. Значит, вторая подготовка нам необходима. Нам нужно на сайте Basecamp Electronics, то есть сайте Алексея Наскаленко, который придуман, скачать нам необходимую последнюю прошедку от программы, установить ее, переключиться на русский язык, чтобы не претворяться, что мы такие с вами англичане. Подключаемся к USB. Вначале у нас есть какие-то свои бзики. Первое, USB-провод. Надо подключить в то устройство, потому что в спешке вы можете там... Если мы подключим вначале компьютер, то сразу по нему пойдет 5 вольт. В спешке вы нам можете понатыкнуть никуда, а то еще не замкнет, хотя вряд ли. На всякий случай мы подключаем USB вначале туда, к контролеру, потом уже к компьютеру. Есть два вида подключения. То есть, первое, мы подключаемся, когда знаем, что мы хотим исправить. В этом случае мы просто на выключенном устройстве подключаемся к компьютеру. И тогда все можем исправить. Но если мы хотим именно регулировать, тогда мы должны включить устройство. Практически в это же время сразу за этим подключиться к USB. Тогда у нас будет подключено USB и работать устройство. Мы можем проверять вибрации. Мы сейчас, допустим, пока не будем вибрацию регулировать, а изучать будем. Соответственно, зачем нам тратить батарейку. Подключаемся. И сразу здесь кнопочку подключить. Мы выбираем порт. И подключить. У нас подключилось, все закачалось, все работает, все можно исправлять. Кроме одного нельзя попробовать, потому что мотор и мощность не подключить. Если я буду нажимать на эту кнопку, нажимаюсь, ничего работать не будет. Да, вообще подход к программе. В любом случае мы это сделали, сотрудники, кто это сделал, это чужое для вас. Чтобы это было своим, вначале надо сохраниться. Итого у нас есть до пяти профайлов. И вот здесь по умолчанию стоит первый. Мы первый профайл должны сохраниться, чтобы успокоиться и не зависеть ни от кого. Сохраняемся. Все, сохранились. Теперь, так, я любитель страшилок. Значит, сохранившись, всегда, если мы что-то испортим, мы можем все загрузить назад, кроме нескольких настроек. То есть, настройки датчика невозможно восстановить из программы. Потом, я просто быстро вам скажу, еще там настройки кнопки, настройки пищалки, все это сбивается. В этом стадикаме используется AlexMonster 32 бита с двумя датчиками. С помощью двух датчиков теперь, возможно, стадикам использовать в различных положениях, переворачивать его, и он будет работать эффективно. В мозгах, в контролинге, есть как гироскоп, так и акселерометр. Гироскоп, он держит горизонт, но если бы у нас с вами был только гироскоп, и мы с вами пошли или поехали, у нас с вами бы горизонт уплыл. Соответственно, для этого создан акселерометр. Он помогает нам при ускорении. Если он не откалиброван, то, когда мы с вами поедем на машине, то горизонт мы с вами уплывем. Для этого в нашей компании мы калибруем каждый датчик по шести осям. Вот в этом месте. Вот. И если мы с вами, я же обещал страшилок, если мы с вами сейчас исправим оси, или сделаем еще одно место вот здесь, мы что-то поменяем, то может сбиться на нашей калибровке. Вот. Если они собьются, восстановить их можно по одной оси, то есть для простой съемки, для простой съемки все будет работать, но в случае, если мы поедем с вами на вертолете с три минуты в час, у нас категорически ничего работать не будет, или на машине из окна будем осуществлять. Спортить это возможно только, повторюсь, через программу, или, повторюсь, каким-то суперзамыканием, то есть отрицать плату отверткой, надо красивой отверткой замкнуть все как надо. Тогда все испортится. В противном случае все будет работать. Поэтому это именно такая шутливая в форме страшилка. Мы уже с вами изучили, что такое профайл, и можно выбирать разные профайлы. Вот я записываю, я сейчас буду во втором профайле, вот я выбрал третий, я буду в третьем профайле и так далее, выбирать каждый профайл. И, соответственно, загружать его с компьютера или сохранять в компьютер. Здесь мы можем делать первый вид проверки, это смотреть, насколько работают датчики у нас, правильно ли нет. То есть мы нажимаем с вами именно на раме, и это означает, что датчик, который находится под камерой. Мы проверяем, мы двигаем камеру по горизонту, лево, право, вниз, вверх, и смотрим, как у нас работают стрелки от кручения. Смотрим на раме, на раме датчик находится там, где у нас плата, и мы все устройство пытаемся повернуть налево, направо, все устройство покрутить, все устройство повернуть, наклонить. Вот все работает. Таким образом мы можем проверять, если вандально что-то там оторвалось и случилось, здесь будет сразу видно, что это работать не будет. Проверяем. Значит, мы с вами не в попад изучили вот эти две кнопки, понимаем, что у нас такой профайл, изучили, что такой компорт. Еще здесь есть кнопка включать-выключать моторы, если вдруг мы подключили с питанием, то можем их здесь отключить. И здесь можно записать, прочитать это редко, используется, соответственно, записать наши изменения на плату. Программа состоит из вот этих закладочек. Соответственно, мы начинаем с конца, с самого неважного. Эта закладка совершенно для пользы не нужна, она нужна для нас всяких модных вещей, что здесь вообще можно настроить очень много параметров, выводить какие-то данные с платы. Но в том числе из-за того, что хоть как-то может понадобиться, тот пульт дистанционного управления можно издать, чтобы с него можно было менять вообще все, что заходишь практически. То есть просто миллион всяких настроек дистанционного пульта. Ни разу не использовалось, но креатива здесь полно. Оттого скачивается инструкция свежая с сайта Алексея Москаленко, и можно уизучаться, если есть интерес. Папочка фильтры. Фильтры нужны для астетиков, которые собраны на дешевых комплектующих, в которых есть люфты, вибрации, или не толстый карбон, или вообще не карбон. В этом случае невозможно справиться с вибрациями, и с помощью вот этих режекторов фильтров можно попытаться их убрать. Обновление. Рекомендуем не гоняться с самым последним обновлением, то есть лучше идти от цели. То есть если есть задача что-то улучшить, лучше позвонить нам и проконсультироваться, потому что бывает так, что последняя прошивка еще сырая, и что-то может быть испорчено. Диагностика. Диагностика. Диагностика больше необходима для нас, то есть когда мы регулируем. Из интересного. Однажды эта диагностика помогла. У клиентов оторвали джойстик, и когда оторвали джойстик, ничего не работает. Здесь мы просто зашли, и увидели, что еще шатается, прыгает. И сразу было понятно все. Сейчас можно проверять, как работает джойстик. Вот он работает вверх-вниз, и вверх-вправо. Следующая папочка – фолло, или режим слежения. На нем можно настраивать различные параметры, связанные с срежением. Ручки в любом стадикане являются как бы в переносном смысле тоже джойстиком. То есть они не созданы только для того, чтобы нести стадикам, а они управляют стадикам. Именно подчеркиваю, что управляют стадикам, потому что если человек неопытный возьмет стадикам, пытается повернуть за ручки, то камера повернется не на тот угол, который он захотел, и вообще как-то ему покажется неудобно. И есть здесь одна как бы секретная информация, как этот вопрос решить. Вам необходимо обязательно смотреть на монитор, и именно строить кадр, именно смотря на монитор. То есть вы приняли решение, что с одной точки на другую точку вам надо перевести изображение, вы ведете ручкой и чувствуете сами, смотря на монитор очень легко чувствуется, чувствуете, как идет картинка, вы доводите, вы ведете ручкой до тех пор, пока вам нужно это движение, до следующей точки. После этого вы делаете ручкой, как бы еще остановку на движении чуть назад, и картинка плавно остановится. Есть несколько параметров, которые настраиваются именно в этой папке. Первый – мертвая зона. Мертвая зона, если мы с вами идем прямо, то у нас с вами руки немножко шатаются, дрожают, что угодно делают. Соответственно, есть понятие мертвая зона. По практике выставляют от 5 до 15 градусов, и камера смотрит прямо в этом диапазоне. Итого, мы с вами идем прямо, но у нас руки немножко дрожат, камера все равно смотрит прямо. В диапазоне 10 градусов. Если мы с вами ручкой начинаем больше 10 градусов поворачивать вправо или влево, то у нас она понимает, что мы хотим использовать ручку как джойстик, и начинает поворачиваться. Спрашивается, куда же она поворачивается. Она поворачивается в ту же сторону, в ту же сторону, какую мы ей показали, но совершенно со своей скоростью. С какой скоростью? Скорость, которая выставляется вот здесь. Для ролла, питча и ява. Для ролла это все равно не работает, но ролл держит горизонт, и его больше ничего не надо. А вот для питча и для ява. По питчу и по яву скорость максимальная. Скорость в неких единицах выставляется здесь. Просто опытным путем. Вы достаточно быстро поворачиваете ручку, и увидите, что все равно скорость, допустим, поворота камеры, она другая будет, не соответствует вашим ожиданиям. Соответственно, вы можете в этом случае все поправить. Сглаживание. Сглаживание остановки, оно число увеличивает. Если вы хотите, чтобы оно стало как копанное сразу, когда вы перестали движение, нужно поставить ноль. Это ноль никто не убирает. Выбирают три, пять, плюс. Значит, мы с вами уже знаем, что такое вот это, что такое вот эти цифры и вот эти. В обучение, да, не входит, не будем обучать вас вот этим, чтобы усложнять. Осталось только вот это число. Удобно обучать, если сказать секрет, что же здесь за ось. То есть Алексей оставил нам рассказывать эту тайну. По этой оси, это то, насколько мы поворачиваем ручку. Мы на примере рассказываем яв. Это вот, допустим, по горизонтальной оси мы поворачиваем ручку на сколько-то градусов. А это, насколько она реагирует. То есть, что мы видим с вами? Что мы повернули уже градусов на сколько-то там, на 20. Она практически не повернула. Зачем это нужно? Если мы снимаем людей на 20 метрах, и нам надо всего лишь повернуть с одного человека на другой, то на самом деле это всего один-полтора градуса. Мы просто замучаемся с вами. У нас с вами 5 килограмм, там 3 килограмма на руках, если мы просто на мышцах не вытянем этот один градус. Соответственно, здесь для этого сделана эта кривая. То есть, мы с вами поворачиваем на достаточно большой угол, а она очень приятно, медленно поворачивает на полтора градуса. По факту, никто не выбирает 100, выбирает 50 или 30 по настроению, по опыту. Соответственно, вы можете это исправить. Можно, возвращаясь к профайлам, можно выбирать разные профайлы, на разных профайлах, их 5 штук, настраивать разные параметры в удовольствии себе. Один так, один так и так далее. Вот эта сторона. Если стоит вот эта галочка, то она будет поворачиваться влево-вправо от ручек, то есть, соответственно, от слежения по оси яв. Вот это убираем, и у нас с вами она будет смотреть прямо, но вверх-вниз будет ходить, потому что это слежение по пичу. Вот. Убираем это, вообще ничего не будет ходить. Правильно, зачем это нужно? Ровно две цели. Первое, похвалиться друзьям, как у нас смотрит камера прямо. То есть, вы можете крутить это все устройство, как на какой-то выставке первой муви так делали. Вот все крутить, камера смотрит прямо, никакого смысла нет. Но в этом же режиме можно управлять джойстиком, поэтому появляется смысл. И в этом режиме включение управляет пультом. Соответственно, этот режим имеет значение, но вот только для этих вещей. Если у нас включенный режим слежения, то это вот так. Все, на этом данной папочкой мы разделались. Мы теперь принимаем мертвую зону, это прямо смотрит камера, когда ты идешь. Кривая экспонента рассказывала про людей на 20 метрах. Максимальная скорость, скорость остановки, не нужно. И вот эти кнопочки рассказал. Идем дальше. Папочка сервис. Мы выставляем параметры для данной батарейки. Она будет пищать, когда батарейка будет садиться и остановится вообще, когда она совсем сядет. Батарейки литий-полимерные очень такие же примерно, как в наших телефонах, но в телефонах есть система защиты. Считаем, что это тоже. Если мы будем с вами на силу и батарейку, допустим, отключим эту галочку, то у нас батарейка сдуется без возврата. Из особенностей, сразу же скажу, зимнего использования. Зимой аккумуляторы очень сильно, просадка у них очень сильная. Соответственно, они могут начать пищать практически наполовину разряженной. Поэтому вы можете именно для зимнего периода отключать это или делать другое напряжение. Или же наслаждаться этим писком, но не отключать писк, в том случае, потому что можно двигаться. Правильнее держать аккумулятор где-то около тела, даже не в куртке, а прямо уколы, чтобы до тела дотрагивалось, отнимало у тела тепло. Или же, если ставите в машине допустим, кладезь на торпеду. Важно, чтобы аккумулятор не был нагрет больше 35-40 градусов, потому что уже при 50-ти безозвратно начинает сдуваться и умирать. Повторюсь, если аккумулятор будет 10 градусов тепла, 0, минус 20, минус 30, все плохо. Ему очень плохо работает любой аккумулятор. Мы можем вспомнить наши айфоны, если мы с вами держим минус 20 градусов, то они очень быстро садятся. Вот это как раз здесь выставляется, как работает кнопка джойстиков, как работает кнопка переключения команды. В данном случае нажимается она один раз, это вот так, как у мышки. Два раза. Так, примерно 3, то есть как у мышки клик. Если нажимаем долго, то мы пока сделали ерунду какую-то, будет калиброваться как при включении, то есть будет 7 секунд выравниваться горизонт. Какого смысла особо нет, проще выключить, включить. Соответственно, у вас есть возможность здесь покреативить, опять здесь миллион настройок, что можно делать от этих мышц. Можно сделать, чтобы последний профайл, в котором мы выключили, только остался, чтобы не путаться, мы такую не нажимаем, вот эту галочку. Того, какой мы здесь сохраним, сейчас, такой и будет включаться. Если мы сохраним с вами, как четвертый, сейчас записать, он будет всегда как четвертый включаться. Так мы считаем удобнее, меньше запутаться можно. Теперь наша любовь. Включаем вот такие кнопочки, и у нас наконец-то начнет пищать наш стадикам. Это очень плохо при съемке свадеб и так далее. Когда включаешь стадикам, он начинает весь пищать, все отвлекаются и так далее. Следующая папочка – пульт. Здесь настраивается джойстик или и пульт дистанционного управления. В данном случае очень все логически. Смотрите, у питча выход аналоговый, некий выход 2 для аналогового сигнала. У яв, некий выход 1 аналогового сигнала. Все, по ним подаются два сигнала джойстиков. Все очень просто. Если мы хотим в каком-то профайле номер 3, 4, 5 сделать пульт, всего лишь мы выбираем fcroll, fcpitch, вот эти две штуки для пультов. Итого, в данном случае я сейчас просто без сохранения. Если мы хотим в профайле номер каком-то третьем сделать, чтобы работал от пульта, мы вот делаем вот так. Я сейчас прям под запись это все. А, fcroll и fcpitch. Из запутанности и неудобства лишь надо запомнить, что в яв делается fcroll, а не fcjav. fcroll, а здесь fcpitch. Здесь настройки углов наклона. Это минимальный, максимальный угол, по которому ходит камера. Раньше здесь было вообще всего минус 90, плюс 90. Но когда сейчас камера, теперь мы можем переворачивать наш стадикам, компьютер не догоняет, чем мы от него хотим, поэтому ему нужно показать, что угол теперь больше перемещения. Есть скорость движения. Это скорость движения от пульта или от джойстика. В данном случае, что мы там выбрали. Некоторые коллеги выбирают специальный режим, в котором они джойстиком именно управляют. Некоторым нравится. То есть в данном случае вы делаете поменьше скорость, побольше сглаживания и управляете джойстиком. В случае же, если вы делаете, используете джойстик, как мы, для начальной настройки, то мы делаем большую скорость просто для того, чтобы быстро переместить камеру. Вот ты переместил ее на какой-то угол и с него начинаешь снимать. Уже дальше ручками управляешь с этого угла. То есть, допустим, ноги. Хочешь снимать людей и наклонил на ноги и уже с этого момента начинаешь. Последняя прошивка появилась возможность совмещения джойстик и пульт. Это высший пилотаж. Мы еще ни разу не делали, но очень легко по инструкции делать. Вот. Дальше. Джойстик аналоговый, грубый, все равно. И мы сделали мертвую зону в центре. Иначе что происходит? Получается, что палец, какой бы у нас нежный ни был, он, когда идет вниз, особенно в минус 30 градусов, он может чуть-чуть уйти влево. И он, соответственно, еще камера повернется влево. Соответственно, мы сделали, загрубили его в центре, таким образом вполне получается. Соответственно, если вы такой точный, четкий и так далее, здесь можно поставить ноль, он будет джойстику сверх точным. То есть сейчас джойстик находится в том положении, когда он жестко реагирует, то есть реагирует только... Он у центра, мертвую зону. У центра он, да, он только сильно. У центра он плохо реагирует, чтобы в начале камера была всегда ниже, всегда выше. То есть какие-то начальные углы можно настроить. Спросят иногда те, кто всю жизнь экранами управляли, сделать, допустим, пить, чтобы в другую сторону было. Вот здесь это все делается. Вот это очень приятная папочка, потому что здесь ничего не надо делать. Очень приятно. Это мы используем в основном в коптерных делах, когда у нас плывет горизонт. Это нельзя использовать, это нельзя нажимать, это нельзя нажимать, это все настроить, которое один раз сделано. Эта штука показывает, что у нас теперь работает система определения, когда мы разворачиваем стедик вверх ногами. Это не надо исправлять, это не надо исправлять, это не надо исправлять, это не надо исправлять позитивно. В общем, ничего не надо исправить. С конца мы подошли к самой сложной папке, с которой начали. Первое. Настройка полюсов. Это настроили мы по параметрам данного мотора, то есть данные моторы не меняются у нас с вами, поэтому полюса не меняются. Какие мы настроили, такие надо вставлять. Дальше, это после нашей пайки, как мы подключили моторы к плате, так вот это все и ставить тоже вам никогда не надо менять. Ни в коем случае не нажимать на эту кнопку, вот это все никогда в жизни не трогать. Если мы с вами уходим в какой-то другой профайл, и он по какой-то причине обнуленный, нулевой, надо сделать такие же параметры, но он не обнуленный. У нас все профайлы, примерно мы скопировали с первого, они все похожи. Вот. Дальше, мощность. Это мощность моторов. Считается так, что та мощность, при которой мы можем еще выполнять 19-месячную гарантию, это 180 максимум. Больше 180 вы делаете на свой страх и риск. Мы рисковали даже 220. Чем больше мощность, тем он больше как сталь держит. Вот. Допустим, вы можете ставить хоть 230, используя зимой в минус 30 градусов, все дело в температуре, в нагреве мотора. И того, чем больше мощность, тем больше строится металлика, тем больше нагревается мотор. Если мы с вами отдаемся отчет, что делаем, мы можем увеличить мощность и ставить вообще и 8 килограмм и так далее. Поэтому, когда спрашивают, сколько ваш килограмм ваша штука может поднять, у нас сейчас усиленно здесь подшипники и крепления, он может поднять все, что хочет. Вопрос в этой мощности. Допустим, если вы ставите 200, там, 10 и используете в тепле, вам надо каждые, там, 15 минут трогать мотор и выключать и курить. Вот и все. Так как это не объяснишь клиентам, мы, ну, то есть, долго это объяснять и могут забыть, соответственно, мы просто так не делаем. Вот логичный подход. У нас три мотора одинаковые, иками 9. Яв, обычно, на него самая большая нагрузка, он крутит все, и камеру, и все рамки, и все моторы, бедные и несчастные. Соответственно, у него максимальная мощность, питч, вообще, на него минимальная нагрузка, минимальная мощность и роуз, что-то среднее. Здесь это необязательно использовать. Все. Получается, что мы вот это все изучили. Считается, чтобы было интересно, в инструкции прочтете, считается, что есть термин «срыв мотора», это когда мы с вами чем-то пузом, руками задели мотор, и он магнитное поле, он держал, держал и сорвался. Мы можем его вернуть назад, и все будет хорошо. Так вот, считается, что в момент срыва он может еще повоевать с вами дополнительной мощностью на несколько секунд, если мы вот так сдадим. Я не видел сильных изменений от этого, поэтому мы особо не грузим клиентов вот этой штукой. Следующее. Вот этот. Этот мы уже изучили. Получается, вот этот. Считается, для устройств, которые, опять же, слабые, точно так же, как фильтры, вот эти, можно сделать борьбу с вибрацией. Тоже не всегда работает, но если, допустим, в настройках вы в спешке, где-то на морозе пытаетесь что-то настроить, у вас, как вы не стараетесь, уже 15 минут вам все мучают, говорят, давай уже снимай. Вы не можете там какое-то одно, если что-то настроить, вы можете попробовать нажать, подносить эту штуку, и оно будет пытаться вам помочь убрать данную вибрацию. Это какой-то дополнительный прибамбас, который появился где-то 4 месяца назад. Опять же, в инструкции очень подробно написано, как это все работает. Мы ни разу это не делаем, потому что у нас устройство, заведомый у нас карбон, 4 миллиметра, вообще такой толщины карбона никто не использует, потому что это очень долго. Обездвиживаем конструкцию, лучше поставить ее на ровную поверхность. Как минимум, камера не должна шататься во время включения первые 4-7 секунд, пока пищит. Это самое лучшее. Минимально надо просто ее обездвижить. И включаем. Звук показывает, что он калибруется. Этот звук, когда вы в тихом помещении снимаете, очень слышно, поэтому вы можете примерно привыкнуть к этому, потом отключить этот звук. Сейчас мы подключили, после этого включаем USB и подключаемся здесь. У нас с вами есть знакомые три термина – roll, pitch и яв. И настройка старикам, основное, что называется настройка старикам, как раз выполняется вот этими девятью числами. Что же это такое? Давайте для упрощения посмотрим отдельно. Получается P. P – это скорость реакции старикам. Когда скорость реакции мотора. Когда мотор на микро какой-то градус, допустим, рамка у вас, когда камера на микроградус наклоняется, контроллер это видит. И он говорит мотору, давай-ка быстренько назад поворачивай. Контроллер очень быстро. Раньше было 8-битное, сейчас 30-битное, он работает сверхбыстро. Соответственно, он может этот сигнал просто подать в микро-микросекунду. Скорость, какой мотор поворачивает, и есть P. Нам с вами сразу хочется P загнать до большого числа. Но что происходит? Тут мы вводим два термина – вибрация и осцилляция. Если мы с вами сделаем большое число, контроллер говорит, давай смещайся наверх, мотор говорит сейчас, я медленно повернулся наверх. Мотор съестит своя смазка, отрицательная температура, она же гуще и так далее. Она начинает подниматься наверх, а контроллер, эгоист такой, говорит, давай опускайся вниз. Потому что контроллер быстрее намного, чем мотор. И получается, что мотор говорит, я еще вверх не поднялся, давай вниз, потом вверх, давай вниз, давай вверх. И получается вибрация. Вот мы ввели такой условный два термина, что если вибрация видна глазу и видна на съемке, то мы называем осцилляцией, то есть вибрацией с маленькой частотой. Если это вибрация, которая как шум мотора, то это мы называем именно вибрацией, от нее откручиваются винты, на самом деле на съемке это ничего не видно, просто шумит мотор, и откручиваются винты, плохо закрученные. То есть как бы сверхопасности такой нет. С последних прошивок появилась волшебная кнопка авто. Без нее обучение вот этим всем параметрам длилось, наверное, несколько часов. Это было очень нудно и сложно. Теперь с помощью кнопки авто эта штука ничем не хуже, чем с чем мы можем сравнить. Допустим, здесь DJI Ronin, у него есть просто кнопка авто, а вот эти цифры где-то глубоко запрятаны, то есть у него сложнее даже в каком-то смысле оттюнировать. Но кнопка здесь появилась. С помощью этой кнопки, поменяв камеру или переехав, допустим, в более жаркую страну, или в милую с 35 градусов, мы можем в каком-то определенном профайле, если мы видим, что появилась какая-то вибрация или осцилляция, мы можем перенастроить. Возвращаясь к определению, что же это за параметры, то мы с вами понимаем, что такое P. Основное значение I – это скорость возврата. Если мы с вами сорвали мотор, от срыва мотора мы уже знаем, что такое, то есть просто механически наклонили камеру, куда она не хотела, то скорость возврата в обратное положение – это I. У нее есть еще и другой показатель, что это значит, что лучше прощаясь в инструкции, нам с вами это не очень важно. После автоматической настройки здесь выстроятся какие-то… Мы рекомендуем поставить минимально. И вот выставилось 0,02 – окей. Но если выставится 0,1 или какое-то очень большое число больше, чем 0,08, поставить, соответственно, 0,08. Итого здесь должно быть от 0,02 до 0,08. В этом случае будет возвращаться рамка, если мы ее сорвали очень медленно. Но мы же с вами не собираемся каждый раз срывать, зато будет лучше работать. D – это объяснить очень сложно. D помогает P, то есть сглаживать P. Грубо говоря, мы с вами увеличиваем P больше, 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 потому что хотим, чтобы лучше отрабатывало. Но в каком-то этапе мы понимаем, что появляется вибрация. Если появилась вибрация, нам надо уменьшить D. Если появилась осцилляция, нам надо увеличить D. Но нам же нужно не вибрация, не осцилляция, нам нужно, чтобы все хорошо работало. Соответственно, если у нас изменяем D к низу, и у нас есть осцилляция, мы поднимаем выше, у нас сразу появляется вибрация. Но у нас посередине между осцилляцией и вибрацией не появляется никакого хорошего значения, просто мы завысили P. Того мы тогда уменьшаем P. То есть делается так. Нажав кнопку авто, у нас появляется такой меню. Мы с вами выбираем сразу по всем осям. Выбираем стартер M0. У нас 32-битная плата сверхбыстрая, поэтому нам не нужно лучше качество отработки подвеса, нам лучше, чтобы вибрации не было. Поэтому мы двигаем влево, но для приличия можно чуть вот так. И нажимаем. После этого она будет от 3 минут до 15 все настраивать. И единственное, чем мы можем в это время помочь, это стараться обездвижить ручку. После того, как она настроит, может получиться, что сразу все будет работать. Нужно попробовать по питчу и по всем осям поиграться, поуправлять. Может быть, что мы обнаружили, что это какое-то осеяно не настроено. То есть не идеально настроено. Мы наклоняем в то положение, в котором он не идеально настроен. Допустим, прямо камера настроена отлично, но, допустим, на 45 градусов, когда мы опускаем ее, появляется вибрация. Мы берем, просто нажимаем на кнопку авто, выбираем данный мотор и опять перенастраиваем именно в этом положении, в котором была вибрация. Какие есть особенности, которые нужно знать? Здесь есть хитрость. Если у нас с вами вибрирует, допустим, мотор питч, не факт, что это мотор питч. Проверяется следующим образом. Он в первую очередь всегда почему-то так исторически вибрирует чаще всего. Если зажимая еле-еле мотор Яв или зажимая еле-еле мотор Роу, у нас убирается вибрация по питчу, значит, у нас обманули. Когда мы по всем осям все попробовали и, может быть, даже отрегулировали какую-то одну ось. Отдельно есть еще 10% вероятность, что все равно могут быть какие-то сложности. В этом случае надо знать, что мое первое обучение про П и Д. То есть мы с вами, опять же, вычисляем, какой оси у нас остался проблем. Если кнопка авто нам не помогла, то если это осцилляция, то мы поднимаем Д, если это вибрация, то опускаем Д. Если ничего, это никак не помогает, то мы опускаем П и Д. Нажимаем вот это «Авто». Вот мы с вами все вот это делаем сюда, здесь «Ангалочки», здесь «Старт», там «Зеро», вот так сюда и нажимаем. А, извиняюсь. И еще отключаем моторы, смотрим, у нас все работает, вот он работает. И вот, пищалку мы выключили, все, нормально. И помогаем ей особо не дрожать, вот здесь она дрожать начинает. Если аморфис позволяет, соответственно, с пищалкой более понятно, что она там делает, попискивает. Ну, это просто когда 10 минут поднять, немножко ее дрожать. Она перебирает все значения, возможно, и пытается найти такой, по которому все и работает идеально для такого положения. Соответственно, есть риск, что для другого положения нужно будет чуть-чуть дорегулировать. То есть, уже имея опыт, регулировка, которая раньше могла занимать и 5 часов, сейчас может и там занимать 5 минут или 15, как-то так. Соответственно, регулировать не нужно, если мы меняем только объективы. То есть, регулировка нужна, если мы меняем камеры, то один раз, а так можно в профайле один сделать для марка, другой для реда. И если у нас совсем какая-то трабла, мы уехали просто в минус 35, а там просто моторы стали, как сталь, на стей. Ну, то есть, маска поставлена. Калибровка прошла, выставились параметры. Считается, по нашему опыту, что при P где-то там больше 80, больше 100, все равно где-нибудь когда-нибудь появятся вибрации. То есть, мы сейчас попробуем только оставить, но, скорее всего, в процессе сейчас каких-то уточненных калибровок мы поймем, что P лучше уменьшать. Ровно по той форме, как я и сказала. То есть, допустим, мы там побегаем, пробуем и увидим, чтобы какой-то оси осталась проблема. Поиграем с SD плюс-минус, не получилось, уменьшим P. Или можно сразу уменьшить P, или можно ничего не изменять, если все хорошо. То есть, повторюсь, здесь вопрос творческого подхода. Если хотим халявить, ничего не делать, вот включили, если все работает, ну и не перестаем. Если что-то не работает, повторюсь, уже трижды повторил, как это изменяет. И, помните, я вам говорил, что при больших числах мы это не любим. Что сейчас работает? Сейчас у нас отлично будет возвращаться назад. У нас и по роллу 0,20. Смотрите, как это выглядит. Оп, она быстрая назад. Видите, быстро. Но просто из нашего опыта это другие параметры может отреагировать. Какое у нас правило? Если здесь программа посчитала И большую, сделать максимальное, что мы любим. Это 0,08. Давай поставили именно 0,8. И это будет величие. Хорошая отрата. Вот. И мы исправили 0,8. У нас скорость возраста будет никакой. Сейчас, смотрите. Так, нужна. И она очень... Ну, тоже быстрая, но... 0,8 тоже быстрая. Ну, в общем, она будет... В общем, если поставить 0,1, она вообще будет очень милень. В общем, 0,8. Дальше, по яву мы делаем 0. Что это значит? Что если по яву мы с вами сорвали, не надо нам никуда возвращаться. Не надо нам туда возвращаться. Потому что она только запутает. Если сорвали, берете джойстик поправлять, пузом поправлять. Зачем нам надо возвращаться? Тогда по яву нам 0. Все. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова